Всем привет! Сегодня будем смотреть, что исполнится, сбудется, состоится очень скоро, что изменится в вашем жизненном пространстве, конкретные события. Будем смотреть, что будет происходить. Итак, давайте посмотрим, какие карты окружают ваш сигнификатор, для того, чтобы мне понимать, ожидать ли вам перемен в будущем, либо все-таки еще элементы трансформации вас не совсем отпустили. Итак, будут ли перемены. Смотрим вашу карту. Так, от мужчины получение каких-то новостей. Будет момент, когда вас встревожит какая-то информация от мужчины. Это вот первый момент. Человек какой-то придет со своими новостями. Человек, может быть, с дороги, давно не виделись, давно не общались, может быть, пребывали на расстоянии. Чего мужчина хочет? Он ждет встречи. У него проблемы, да, карта все-таки отрицательная. Выходит карта затянувшихся проблем, нерешенных каких-то, неразрешенных обстоятельств. Человек где-то, может быть, на расстоянии ждет, верит, надеется на что-то. И он все-таки решит. Так, там обман какой-то есть. Все-таки он решит написать вам. Здесь какое-то будет для вас тревожное сообщение. Я не могу сказать, что новости будут замечательными. Карта все-таки такая нейтральная. Давайте просмотрим, уточним. Это вас тревожит, потому что заставит вас встать на какой-то новый путь, принимать какое-то решение нужно будет в связи с тем, что мужчина будет вам говорить. Но с чем он приходит? Не знаю, из-за обмана какого-то выходит? Либо по отношению к вам был обман, предательство. Но предательство, я не люблю это слово. Есть какие-то обстоятельства явно были у человека. Ну так, чтобы, знаете, вот прям предал, да, и мне кажется, таких людей немного. Все-таки большинство из нас пасует перед проблемами. А проблемы зависят не только от нас. Есть люди, которые провоцируют на принятие тех или иных решений нас. Поэтому разберитесь с ситуацией, да, прежде чем принимать какое-то решение относительно этого человека. Карта обман. Тут женщина у меня выходит, я на уточнение достала. Это то, о чем я говорю. Разберитесь с ситуацией. Здесь есть дама, какая-то мадам, которая сильно мешает вашим отношениям. И действует она через мужчину. Она затянула ему какую-то ситуацию. У него и так проблемы. Она усугубила их и тянет время почему-то. Но, видимо, для того, чтобы как-то его или около себя удержать, какая-то у нее такая цель есть. Но человек желает перемен. На самом деле, сам по себе мужчина желает перемен, продвижения в этой ситуации и будет вам предлагать какой-то новый путь, который вас, ну, встревожит, взволнует. Как-то вот вы задумаетесь, а нужно ли вам это. А что вас смущает? Ну, такой напористый мужчина тут будет. Какой-то подарок, может быть, приготовил. Знаете, как, чтобы разговор состоялся, подарочек приготовит хитренько, будет себя вести, прощупает почву. Здесь будет для начала прощупывание почвы, да, как вы его содержите в себе, как вы относитесь к нему после случившегося. Человек, возможно, случайную смс-ку какую-то вам отправит, телефонный звонок, может, случайный какой-то сделает. Здесь случайный разговор, либо случайная встреча. Но встречи не показывают, здесь все-таки либо звонок, либо смс-ка случайная прощупает ваш внутренний мир, как вы там к нему относитесь, обижены или нет, и какой-то подарочек будет готовить. Вот, разговор будет у вас однозначно от той ситуации, которая произошла, и здесь есть шанс прийти к какому-то компромиссу. Другая женщина выходит, женщина, женщина, но это еще одна женщина, я так скажу. Здесь две женщины, которые рядом с мужчиной, и они как препятствия между вами. Видите, рядом с ним идет женщина, и здесь было новое начало, здесь как мужчина сам, как будто бы перспективы какие-то видел с этой дамой. Но там отношения, которые основаны на материальной составляющей. Ты мне, я тебе. Видите? Чувств к этой женщине у него нет, поэтому по этому поводу даже не переживайте. А, вот он встречи хочет. Встречи хочет с вами. Ну, значит, чувства есть. Но переживает очень сильно. Переживает мужчина очень-очень сильно. Как вы воспримите все то, что было? Тут женщины какие-то вмешиваются. Женщины две, знаете, как сжимают мужчину с двух сторон. В чем-то они его ограничивают. Какие-то рамки ему создают, и ситуация постоянно затягивается. Вот он одно разрешит, начинается другое. Только он одно разрешил, начинается другое. Постоянно ему подбрасываются какие-то проблемы. Так что, вот смотрите, исполнение такое вас ждет. Человек, который что-то принесет вам, встревожит как-то вот ваше пространство. Немножко выбьет вас из вашей привычной колеи. Итак, события, еще события. Каких событий ждать? Что сбудется, что исполнится? Что сбудется, что исполнится? Откроются какие-то тайны, уйдет недосказанность. Возможно, что здесь у нас возможно. Ситуация связана с финансами. Есть тайная ситуация. Вы чего-то не знаете. Связана с деньгами. Разбила вам сильно сердце эта история. Но по карте мир это восстановление, это поиск, попытка, скажем так, найти взаимопонимание все-таки, после того, что все разрушено на почве денег, финансов. Карта разбитого сердца, тройка мечей. Старший аркан мир и четверка мечей. Притупляется ситуация, вот значимость ситуации для вас притупляется. Потому что у вас развязываются глаза. Вы узнаете какую-то тайну. Человек должен был поступить себя как-то вот, ну как рыцарь кубков, да? Должен был что-то сделать. Видите, долг, зависимость от обстоятельств карты дьявола. И человек должен был красиво выйти из этой ситуации. И он выходит. Здесь объяснение будет какое-то с кем-то. Объяснение, разъяснение. Разбор полетов того, что произошло. И попытка. Долго не общались. Подвешенная ситуация, но старший аркан колесница. Мужчина опять выходит. Мужчина, который когда-то ушел, но желает отношений по двойке чаш. Вас смущает то, что у него там где-то отношения, но чувств там нет никаких. Человек думает о вас. Давайте на него быстренько посмотрим. Чувства к вам есть? Думает о вас. Думает о вас. Мысли только о вас, чувства к вам, тяжело без вас. Есть третьи лица. То, что мы и видели. Которые тормозят ему движение, закрывают к вам путь. И финансовая история выходит. Деньги как камень преткновения. Как камень преткновения. Вот здесь у меня такая информация идет. Деньги мешают вашим отношениям почему-то. Ну еще события какие будут у вас стоять на исполнении. Либо исполнятся. Давайте посмотрим. Какие события еще. Ну успокойтесь. Успокойтесь. Для себя определитесь. Через принятие какого-то конкретного решения придет душевное успокоение. Да, решите так, как я хочу. Здесь ваши интересы как-то выйдут на первый план. Вот в какой-то ситуации, в каком-то партнерском союзе. Что еще? Но при этом вы понимаете как? Вы выходите. Вернее, вы не перейдете через какие-то не переступите нравственные рамки. У вас внутри себя есть какая-то своя позиция. Внутри вас есть какая-то позиция, рамки нравственные, через которые вы не перейдете. Не переступите ни за что. Вы свои интересы выдвинете вперед, но у вас какие-то условия тоже будут с вашей стороны поставлены. Потому что вы для себя что-то не приемлете. Вы человек, который что-то для себя не приемлет и никогда не примет. Есть такой момент. Для вас неприемлема материальная составляющая в отношениях. Ну, по крайней мере, вот в том смысле, что деньги должны быть на первом месте. Вы не приемлете это. Для вас духовность на первом месте. Для вас отношения на первом месте. Вы понимаете, что материальная составляющая, она... Здесь, понимаете, как здесь вы почему-то вот эту тему поднимете, я так понимаю. Вы сами, сама поднимете эту тему с мужчиной, тему материального чего-то. Потому что вы понимаете, что тема денег, она стоит между вами. И вам нужно убирать это препятствие. Но мужчина так не думает, да? Нет. Ну, а мужчина что? Мужчина, у него карьера, у него, скорее всего, свои стремления какие-то. Потому что императором у нас выходит. Да, вот тут. У него деньги. Он, в отличие от вас, понимает, что ему нужно иметь свою финансовую стабильность во что бы то ни стало. Так, и ему руки связала, вот видите. И вот это его ошибочное представление о том, что материальное должно быть превыше всего в отношениях. Здесь может быть разговор достаточно серьезный о таких вещах, как духовное начало и материальное. Вот на одной чаше весов будет духовность, на другой материальность. Но разговор будет, разговор состоится. У вас будет своя принципиальная позиция, как я уже говорила. И вы будете настаивать на своем, несмотря ни на что здесь однозначно. Он вас не понимает. Человек вас не понимает. Он не понимает, как прийти с вами к миру и гармонии. Видите как, здесь сложный разговор. Скажем так, точки соприкосновения вам найти будет непросто. Но вы найдете, однако. Знаете, вот будете и так, и так пробовать разные пути искать друг к другу. Но найдете по старшему аркану колесница. Это все, о, еще и солнце. Придете к компромиссу. Вот вас устроит обоих, да, то, к чему вы придете, то, о чем вы договоритесь в итоге. Так что ожидайте, да, непростой разговор будет, но он нужен. Он здесь очень нужен. Очень нужен разговор. Старший аркан и ярофан, да. Давайте еще события, какие будут происходить, что исполнится, да, что точно сбудется и произойдет. И что конкретно изменится в итоге. Вы непреклонны. Вы при своем решении остаетесь, либо при своей какой-то позиции принципиальной. Концентрация на себе, на собственном мнении. Это вы твердо на своей будете стоять позиции. Вы понимаете, что вокруг очень много неясности, обмана, деньги. Там, где деньги, там обман. Туманность, там много чего неясно. Поэтому вы предпочтете оставаться при своей позиции, в своих как-то рамках. Но, тем не менее, союз выходит. Вроде бы вы и при своей позиции, но и позицию человека вы все-таки будете пытаться рассматривать, пытаться понимать его, да, его действия, мотивы его действий. Здесь обман какой-то откроется. Я говорю, здесь какой-то обман, цель ухода. Вы откроете для себя цель его ухода, истинную цель. Что-то вы там откопаете, копнете глубоко по поводу императора. Прям в самую суть заглянете, да. Вы такая мечевая, прям, знаете, так вот ударите мечом и скажете, давай, вот расскажи мне, что там конкретно, да, произошло, почему и как. Так, здесь принципиально будет женщина настроена, потому что если уж выходить на какой-то путь нового начала, то этот путь должен быть светел чист. Никаких там зависимостей и дьявольщины, да. Через вас, через вашу инициативу, через вашу правильную линию поведения вы можете эти отношения спасти, вывести ещё в партнёрский союз. Но только вы. Если вы возьмётесь и не будете отступать от своей позиции, если вам нужна правда, истина, у вас есть все шансы быть с этим императором. Мужчина неплохой вариант, он императором выходит. Для вас он неплохой вариант. Перспектива, у вас с этим человеком есть карта звезда, исполнение желаний ваших, всё то, что вы ищете, в принципе, в мужчине, вы можете найти. Ну, такая у вас судьба, такая у вас линия жизни вашей, да, что вам приходится меч в руках держать и орудовать им, разрезать всякие там верёвки, которые связывают у вас, разные препятствия разрубать, да. Ну, такая вы женщина сильная, да. Но через вас приходит мир, взаимопонимание, чистота, прозрачность в отношениях. Через вас. Так что, так вот. Да, видите, все тайны, все недосказанности. Вы просто, как сильная личность, это можете уничтожить, если вы на этом сконцентрируетесь. Ну, вот такой у нас сегодня расклад. Надеюсь, информация была для вас полезной. Ну, давайте таким бонусом, да, сделаю для вас расклад, что изменится лично для вас. Что изменит лично для вас вот это вот исполнение, да, то, что вы будете там наставить на своей позиции, пытаться докопаться до правды. Что для вас это изменит? Для вас лично. Что для вас это изменит? Вы получите право быть с этим мужчиной, вывести его из состояния иллюзий, из состояния выбора, может быть, потому что он определиться что-то никак не может. Сидит, думает. И что же мне дальше делать? Вы как маг, вы можете быстренько принять решение или как-то подтолкнуть его к принятию важного решения. Все в ваших руках. Вот здесь женщина должна бороться. Потому что мужик зависит от денег, от какой-то финансовой ситуации, от каких-то людей. То ли у них там общий бизнес, то ли общая работа, то ли что там, какая-то компания, где деньги, где делаются деньги, скажем так. Но если вы приложите усилия, вы можете положить конец вот той ситуации, которая между вами, той несправедливости, которая между вами произошла. Именно по вине денег. Праздник. Вы получите праздник. Это будет ваша личностная победа. Отмечать будете что-то. Но опять-таки, если проявите усилия, полный кубок на вашей стороне Вселенная, вам будет дана сила, возможности для того, чтобы преодолевать препятствия, которые на вашем пути стоят в виде финансов. Ваша жизнь наполняется смыслом. Победный кубок, праздник. Вот у вас есть все шансы начать новое начало. Паш, жезлов строить свою жизнь заново, с чистого листа, по-новому, как хочется вам. Так что перспективы есть. Дерзайте. Запасайтесь терпением, силой воли. Ну что делать? Мужики у нас слабоваты часто. Вот такой расклад. Надеюсь, информация была для вас полезной. Жду вас, как всегда, в следующих раскладах.